Уважаемые коллеги, начинаем совместную пресс-конференцию министров иностранных дел России и Иордании. Уважаемые дамы и господа, мы провели очень полезные, конкретные, ориентированные на результат переговоры как по двусторонней повестке дня, так и прежде всего по региональным и международным делам. Из двусторонней повестки дня особое внимание уделили необходимости воплощения в жизнь всех тех договоренностей, которые были достигнуты на последнем заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в ноябре в Омане. У нас активно развиваются региональные связи. В конце прошлого года Иорданию посетили руководители Чечни и Адыгеи. Укрепляются традиционно насыщенные, богатые гуманитарные контакты. И особо отмечу нашу благодарность иорданскому руководству, лично королю Абдалию II, за неизменное внимание к нуждам российских паломников. У нас единый подход вместе с орданскими коллегами к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Прежде всего, он опирается на необходимость уважать суверенитет, единство и территориальную целостность стран региона и содействовать налаживанию инклюзивного национального диалога с участием всех этноконфессиональных и политических сил каждого государства, будь то Сирия, будь то Ирак, будь то Ливия. Спасибо. В том, что касается сирийского урегулирования, мы ценим тот вклад, который иордании вносят в качестве наблюдателя в работу астанинского формата. И мы, наши орданские друзья, исходят из абсолютной безальтернативности окончательного искоренения террористической угрозы исходящей с территории Сирии и вообще из других стран, регионов, регионов. Мы много внимания уделили такому аспекту сирийского урегулирования, как создание условий для возвращения беженцев. В Ордании их немало. И во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в орданской столице российского и орданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов. Спасибо. 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 Мы сегодня обсуждали орданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Ордании. Мы эти проекты поддержим. К работе российского и орданского центра в Омане периодически подключаются представители ООН и Соединенных Штатов Америки, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах возвращения беженцев. У нас общий подход и к проблеме, касающейся Палестино-Израильского регулирования, сегодня мы тоже много говорили. Россия и Ордания традиционно последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и арабскую мирную инициативу. Мы подчеркнули сегодня на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику совершившихся фактов методами односторонних действий в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивно, что подтверждается и реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую сделку века, которую предложили нам американские коллеги. А также инициативу. А также проживающие на нашихاتх 방ы, которые значимы именно для этих дел, что уж инициативу, как инициативу военно-нах инициативу, которые способны, которые мы проверим на качество требования для ихat�, которые представим на нашей территории, у них финанское требование, когда мы Для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех увлеченных сторон. И в этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги Арабских государств, в которых, в частности, записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. И мы к такой работе готовы. Спасибо. 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 В любом случае, так получилось, что сейчас, когда сделка века была выдвинута Соединенными Штатами, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была, так сказать, в загоне. Поэтому всегда нужно видеть плюсы и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться все-таки мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождения решений, которые будут приемлемы обеим сторонам. Спасибо. 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 Мы приветствовали шаги, которые были предприняты в Ираке по преодолению внутриполитического кризиса. Очень важным шагом стало формирование нового правительства в результате диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп этой страны. И мы будем и дальше поддерживать движение наших иракских друзей в направлении стабилизации обстановки. Конечно же, здесь недопустимо какое-либо вмешательство извне. Спасибо. 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 И у нас общая позиция, что и этот кризис тоже может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог. А все те, кто так или иначе влияет на различные политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности. Спасибо. Мы убеждены в России, что для обеспечения устойчивости процессом ливийского урегулирования необходимо, чтобы внешние игроки избегали разнонаправленных конкурирующих инициатив и сконцентрировались на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения. Спасибо. 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 В целом, итоги переговоров подтвердили очень большой перспективный потенциал нашего двустороннего партнерства и координации действий на международной линии. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 Прежде всего хочу поблагодарить моего друга, министра Сергея Лаврова за гостеприимство и возможность провести эту встречу. Эта встреча дала нам важный шанс в правильное время, в непростое время произвести обмен мнениями по ситуации в целом, поговорить о региональных вызовах, которые все больше и больше обостряются. Мы смогли поговорить о ситуации на Ближнем Востоке, исходя из того, что вопросы стабильности и безопасности этого региона касаются не только самих стран Ближнего Востока, но и всего мира в целом. У нас был шанс поговорить также о путях, методах развития наших двусторонних отношений, которые опираются на прочный базис в лице договоренностей, достигнутых его величеством королем Абдуллой II и президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином. Мы обсуждали также вопросы сотрудничества в самых разных областях – это экономика, туризм, инвестиции, культурные связи и так далее. Востоке и власти появились два стихика в отношениях русских отношений и русских отношений. Мы очень рады, что это связано с местами, и мы уверены, что это связано с Россией, и мы уверены, что это важное, что Россия в России и в отношениях для решения Обмен мнениями и координацией – это две постоянные константы в наших двусторонних отношениях. Мы придаем им очень большое значение и отмечаем, что Россия играет огромную роль в решении региональных проблем, прежде всего в том, что касается вызовов и угроз. Сегодняшняя переговорка. Повестка дня сегодняшних переговоров была широкая и насыщенная, с учетом всех тех вызовов, с которыми приходится иметь дело. Мы говорили прежде всего о палестинской проблеме, которая является центральной и самой важной для нас проблемой. Продолжение следует... Мы выступаем за то, чтобы было создано жизнеспособное независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме в границах 4 июня 1967 года. Только таким образом можно найти решение этой проблемы, которая позволит снять напряженности и угрозы, возникающие во многом в связи с ней в регионе. И я думаю, что все это позволит снять напряженности и угрозы, на упомянутое справедливое решение, потому что если потерять надежду на такое решение и не выйти на это решение, регион может погрузиться в еще более опасную пучину конфликтов и кризисов. И мы fáce снижением на то, что необходимо переговорить и решение проблемы, как право о том, чтобы о том, чтобы не пропустить в связи с миром, и как право о том, чтобы не пропустить нынешних zer-исраэль any of the rule of the land. Исходя из того, что необходимо переговорное решение проблемы на основе соответствующих требований международного права и на основе принципа двугосударственного решения, мы хотим предостеречь от любых односторонних израильских шагов, нацеленных на то, чтобы навязать ситуацию как совершившийся факт. Предупреждаем, что это сделает только хуже для ситуации в регионе. Продолжение следует... 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 Мы выступаем за справедливый и полный мир решения, которое может быть достигнуто только на основе обеспечения справедливых прав палестинского народа в соответствии с международным правом. И в этой связи мы будем продолжать наши усилия совместно с друзьями, прежде всего с Россией, по достижению такого справедливого решения. И в этой связи мы можем запустить, чтобы заканчиваться с Россией и уничтожить с Россией, чтобы отказать Россию с Россией, противостоять ее место и не подчеркнуть. И как говорится, что Россия может предупредить окружение, Продолжение следует... 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 исходим из того, что необходимо найти справедливое решение ливийской проблемы на основе соответствующих принципов международного права. Еще раз хочу поблагодарить своего друга за эту встречу. Диалог наш прошел в позитивной атмосфере, был очень насыщенным, полным. Отношения между нашими странами развиваются. Мы совместно прилагаем все необходимое для достижения мира и безопасности в регионе. Еще раз спасибо. Переходим к вопросам. Russia Today. Саргон Хадая, Russia Today. Сергей Викторович, здравствуйте. Вчера мы слышали от министра иностранных дел Турции Чавушу Глу, что не исключается встреча на верхах Путина и Эрдогана в случае, если московские переговоры по Идлиму не дадут результат. Пока вы здесь выступали, президент Турции Раджепте Бардоган, наступая в парламенте, сказал то, что он не удовлетворен результатами переговоров в Москве, то, что военная операция Турции в Идлибе, это дело времени, ее не оставит режиму и не оставит его соратникам. И то, что Турция последние свои предупреждения уже об этом сказала. Раз, как вы оцениваете результаты московских переговоров? И два, а ожидается ли вообще встреча на верхах? Это будет двухсторонняя встреча или форматы Астаны? Иран вот прям недавно, час назад сказал то, что эта встреча будет в ближайшее время. И если можно, вопрос вашему коллеге. Вы говорили о планах участвовать в реконструкции Сирии. Также вы говорили о борьбе с терроризмом. Можно вопрос по поводу возвращения Сирии в лаг? Вот последние такие заявления мы слышали на Валдайском форуме в Москве от бывшего председателя лаг Амрамуса. А также вот сегодня утром на этот счет выступали в Эмиратах, которые сказали, что возвращение Сирии в лаг является основным и очень важным для национальной безопасности всего арабского мира. Как вы можете эти прокомментировать? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то данных не было достигнут окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Мы считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши люди. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok договоренностями по Идлибу никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok при этом провокации из Идлибской зоны обстрелы позиций сирийских вооруженных сил, гражданских объектов и российской авиабазы Хмеймим продолжались. Субтитры создавал DimaTorzok в том, что на второй встрече по Идлибу президентов Путина и Артагана осенью прошлого года была достигнута договоренность создать внутри Идлибской зоны деэскалации демилитаризованную полосу, в которой не должно быть ни боевиков, ни тяжелых и любых других вооружений шириной 15-20 км, чтобы не позволять боевикам, террористам обстреливать позиции за пределами Идлибской зоны в грубейшее нарушение договоренности президентов Путина и Артагана. Субтитры создавал DimaTorzok Демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра Идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям, обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмимим продолжаются. И естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою правду, приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренности о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, и мы их в этом поддерживаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра, с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары. Субтитры создавал DimaTorzok Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу. При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями. Вопреки И в процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают республику, в режим прекращения огня, сирийские вооруженные силы уже вышли на трассы М4 и М5, обеспечены движение по которым также было неотъемлемой частью договоренностей по Идлибу президентов России и Турции, но вот до недавнего времени это условие не выполнилось. Вопреки Я так подробно об этом говорю, потому что судя по освещению происходящего в Идлибе, можно подумать, что никто не помнит, о чем договаривались еще в сентябре 2018 года и затем в сентябре 2018 и в октябре 2019 года. Вопреки Истеричным комментарием некоторых западных представителей можно составить такое впечатление, что в Идлибу, вернее по Идлибу, в свое время Россия и Турция договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать, что они хотят, обстреливая все подряд из этой так называемой зоны деэскалации. Вопреки Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в Идлибской зоне. Почитайте договоренность у президентов России и Турции, все станет на свое место. Почитайте договоренность у президента России и Турции. Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались, причем выполнение не с точки зрения воссоздания первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнение договоренности с точки зрения достижения результатов, о которых я вот упомянул. Мы готовы работать на линии. В любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Об этом вчера говорилось в комментарии Дмитрия Пескова. Пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов, я не видел. Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. В том числе и на высшем уровне, в том числе и на высшем уровне. Я не знаю, что это говорит Дмитрия Пескова. Но до сегодняшнего дня я не вижу никакой длил, что мы назначим ни на высшем уровне. Дмитрия Пескова чтобы не происходила эскалация и не страдали мирные жители. Дмитрия Пескова. Дмитрия Пескова. Дмитрия Пескова. Дмитрия Пескова. Дмитрия Пескова. Верная страна, а также из-за этих стран страны, что у нас есть велика. В результате, культуре арабской страны не только удача, и есть в режиме правильного центра. И как я сказал, мы делали все в том, что с этим делом в развитии, в текущей страны. И это значит, что у нас происходит в эту страну. Что касается вопроса о иорданско-сирийских отношениях, они не разрывались, дипотношения поддерживаются по-прежнему, всегда поддерживались, границы у нас открыты, ведь речь идет о братских соседних соседствующих странах. Мы прилагаем все необходимые усилия с нашими российскими друзьями и другими нашими друзьями на бежурной арене для нахождения решения сирийской проблемы. Исходим из того, что сирийский кризис крайне негативно влияет на ситуацию с безопасностью и стабильностью в регионе. Мы выступаем за активизацию арабской роли в нахождении решения сирийскому кризису. Помним, знаем, что Сирия – это важная арабская страна. Прекрасно понимаем, что именно арабы больше всех пострадали в результате известных событий, связанных с сирийским кризисом. И в этой связи твердо, стабильно выступаем за то, чтобы восстановить сирийскую роль в арабских региональных и международных делах. Амель – и gilt за то, что действует семью. В Лейдином Морьев –мыев марш no JK ke тут ниже. В Е quien речь пятна оснащила, пока вы обнимаете з опять работаю «Аない потому что мы будем близком без роду о комитетах Yay. У васören поступают яркую блюда. В чем делаешь выражение? Собственность об Scholom все этоganят на broader patterns based об through social Neg civilianах. Оигенelse, какая раздельная спос��ь. Мы выступаем за то, чтобы прилагалось больше усилий для восстановления, достижения стабильности в Сирии. В том числе это касается и проблемы беженцев. В принципе, все за то, чтобы беженцы вернулись. Но для того, чтобы беженцы возвращались, необходимо восстановить, создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить необходимый уровень стабильности, обеспечить людям элементарные возможности и права для достойной жизни. Мы понимаем, что беженцы не будут возвращаться обратно в свою страну, только если не будут уверены в том, что для этого есть необходимые условия, в том числе в том, как на месте устроятся их семьи, их дети. Поэтому речь идет о комплексной проблеме, в которой все взаимосвязано, и надо уделять должное внимание всем ее аспектам. Телеканал Аль Ихбари, Саудовская Аравия. Продолжение следует. Спасибо. 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 Спасибо.